Здравствуйте. Ковбой живут в Техасе и они играют в покер. Как правильно узнать, что у человека на руках и вообще какие у мысли? Все мы видели фильм, то есть сериал с Лагине с Полом Экманом. К ним прилагается компьютерная программа, называется Subtle Expression Training Tool. Tool инструмент, тренинг, тренировочный, expression, subtle, то есть выражение эмоций. Ну что, ознакомимся. Для начала головный экран. Sad – это скучный, angry – злой, surprise – сюрприз. Сюрприз, наверное, человеку при плохих картах, то есть смотрим. Вот нейтральное выражение, базовое. Жмем и показывает. Видите, изменения на лице. Значит так, слегка поднялась верхняя бровь. Это признак сюрприза. Теперь смотрим дальше. Учитесь, у вас своя оси пригодится. Комментарий. Более раскрывается и больше… Видите, какой взгляд? Сильно удивленный. Человеку попались очень плохие карты. Дальше. Поднятые брови. И видите, они еще подогнуты к снизу. Это максимальное… Видите, удивление? Очень сильно выражено. Следующая. Отличный рот. Ну понятно. Проиграла, то есть лузер. Следующая. Обратите внимание, губы выдвинуты вперед. То есть очень плохо. А теперь узнать, когда у человека вообще плохо с картами. Кстати, можете по жизни применять, вам пригодится. Значит так. Глаза похожие на страх, но видите, чуть-чуть вытращены. Следующая. Большой страх показан только глазами. То есть видим, какие зрачки. Следующая. О. Знаете, бояться плохо, потому что от него морщины. То есть, когда брови как будто соединены вместе. То есть видите, вот эти морщинки в центре? Покажу еще разок мышкой. Вот. И вот здесь. То есть нельзя смухлевать. Обычно, когда показывают страх актеры, то есть могут выразить лицом, но именно вот эти верхние морщины, они сложно поддаются контролю даже для профессиональных актеров. Следующая. Полный страх, то есть поднятая бровь, это максимальный страх, даже больше, чем предыдущий. Смотрите, морщины одна какая, диагональная еще. То есть куда больше. Следующее выражение страха. Кстати, эфир по-английски страх. А, ну да, жизненный облом. Сейчас скажу. Вылететь с университета. Подходит? Так, следующее. О. Вытращенные глаза. То есть определенный страх в глазах, хотя б роли не соединены. То есть человек удивлен, но не полностью. Когда человек реально паника, у него вот здесь морщины есть. Следующее. Страх. Расши открытые глаза, губы вперед, морщин много. То есть еще тут добавлена эмоция сюрприза. Сейчас скажу. Допустим, я бы играла в карты, у меня был бы фулл хаос. Ладно, к чему было снято это видео. Английский язык, он универсальный. То есть учите английский, приезжайте в ОСВС, срубите денег, играя в покер. А фулл хаос это от десятки и до туза, одно у нас очень редкостная комбинация. Кстати, мы в России неправильно играем в покер. Мы же играем 36-ти колодные, а надо 54, тогда более лучшие варианты. Так, ну вообще по жизни я репетитор с английского. Я вам докходчиво объяснила, что английский выгодная тема. Это деньги. Ну, у меня тоже есть свой интерес. То есть я предлагаю вам учить английский здесь, на skype teacher.ru. Мы знаем английский, можем преподавать живой язык, сразу связанный с реальной жизнью, а не грамматика. Грамматика это вообще надежный способ засохнуть. Вот бывает стыд, жизнерадостный человек. Вот к нему подходишь. Расскажи-ка мне present indefinite. Он еще держится. Ага, a past indefinite, a future in the past. И пошло-поехало. То есть не то. Учите язык, причем живой. Заново повторимся, skype teacher.ru. А ник в скайпе smart teacher 197. Мы хорошие репетиторы, потому что цена 300 рублей урок, золотая. Если вы живете в Москве, это вообще супер. Плюс мы работаем честно. Сперва проводим урок, потом мы платим. Всего наилучшего. Если хотите научиться, то обращайтесь к нам. Мы научим вас. Все. Сью-мэтро.